К открытию митинга здесь готовились с особым трепетом. Неоценим тот вклад, который внесли жители поселения в победу. Тут проходили бои и на Никольской земле нашли свой покой сотни солдат. Несмотря на такую пасмурную погоду, неравнодушные жители, школьники и студенты пришли почтить память героев тех лет. В центре внимания ветераны Великой Отечественной войны. Школьники организовали для них праздничный концерт. Ребята очень серьезно отнеслись к его подготовке. В честь армии нашей, в честь армии нашей, сегодня, сегодня салют! Глава сельского поселения Никольская поздравил ветеранов с наступающим праздником. Пожелал им долголетия и здоровья. Он также подчеркнул, что Великая Отечественная война навсегда останется в сердцах людей. И страна будет помнить тех, кто воевал за родину. Отважно шел в бой, не боясь врага. Сегодня мы проводим второй этап эстафеты «Салют Победе». Это не просто эстафета, которую мы отрабатываем. Это связующее звено ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Тружеников тыла, малолетних узников, всех тех, кто знал эти зверства, зверства фашистов, зверства, как мучили советский народ. Но благодаря всему стойкости, мужеству, любви к родине, советский народ победил. Митинг продолжился выступлением воспитанников детского сада. Малыши со особым трепетом читали стихи о войне. Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство. Школьники сельского поселения Никольское – это правнуки настоящих героев. Благодаря им будущее поколение узнает о подвигах советских солдат. Над миром на ликует светлый май, в который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Точная копия знамени, которое советские солдаты Мелитон Кантария, Алексей Берест и Михаил Егоров водрузили 1 мая 1945 года на крыше Рейстага. И знаменитая трехлинейная винтовка Мосина – символы победы. Они всегда остаются неизменными. Юрий Супрунов передал их Назаревскому сельскому поселению. После торжественного митинга в детском парке открылся фонтан. По мнению организаторов, он станет своеобразным символом преемственности поколений. Гостей пригласили и в Дом культуры «Полет» на фото-выставку с символичным названием «Они сражались за Родину». Желающие также смогли посмотреть фильм «Брестская крепость». Главная цель эстафеты «Салют Победе» – объединить всех жителей района в преддверии празднования 9 мая. Напомнить о подвиге отцов и дедов, благодаря которому мы сегодня живем. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова